Привет всем! Здесь Ярослав. Я сейчас сижу с Дашей. Мы сейчас в аэропорту. Возвращаемся обратно в Эдмонтон, с Хауая. Мы там провели последние 10-12 дней. Извините, что за последнее время я много видео не выставлял по поводу грузовиков и всего остального. Я просто был занят с работой и со всем остальным. Мы сейчас вот здесь летали. Ну, в общем, друзья, в этом видео просто хочу вас всех поддержать. Это что вы делали, что вам там нужно, занимайтесь этим, друзья. Я здесь в Хауае оказался, потому что занимался грузовиками, вернулся в школу. Столько всяких таких событий произошли за последнее время, которые меня сюда привели. В общем, если вы меня смотрите в первый раз, на своем канале я разговариваю по поводу грузовиков, как переехать в Канаду, только купить свой личный грузовик и все остальное, что связано с жизнью в Канаде для дальнобойщиков. А если вы уже здесь находитесь в Канаде или не занимаетесь траками, можете нажать вот здесь и перейти на Дашин канал. Она рассказывает больше за Эдмонтон и вас может связать с людьми, с которыми я делаю интервью, которые именно помогают студентам переехать в Канаду или просто даже людям, которые ищут ЛМА и всякие такие другие пути, чтобы переехать в Канаду. Ну, в общем, друзья, если вы даже задумываетесь о том, чтобы переехать в Канаду или, может быть, и сомневаетесь там стать дальнобойщиком, и купить свой трак, или открыть какой-то бизнес, или вернуться в школу, заняться чем-то другим, не ждите и не слушайте других, которые вас отговаривают. Просто этим занимайтесь. Друзья, я помню, когда я жил в Монреале, я собирался переехать в Альберту. Мне все говорили, нет, нет, там все такое дорогое, ты заработаешь больше денег. Ну, в общем, там все так дорого, что лучше уже оставайся здесь с нами и дальше будь бедным. Оно все к тому же самому уже вернется. Ничего подробного. Я вот сюда переехал в Альберту, хорошо заработал деньги, открыл свой бизнес. Бизнес мне уже потом помог путешествовать по миру, потому что были деньги ездить по Европе. Ездить по всему миру было вот очень интересно. И даже потом, знаете, вот когда я уже решил перейти на что-то другое, у меня зато был опыт. Я зато успел английский выучить, чтобы вернуться в школу, чтобы потом уже перейти на что-то другое. Но знаете, что мне даже вот тоже там другие водители грузовика, операторы говорят, не возвращайся в школу, это все doesn't make sense. Я там в своей стране тоже получил бакалерат по не знаю чему. А сейчас работаю как водителем грузовика, это doesn't make sense. Ты больше денег заработаешь таким путем, как владелец своего, ну, своих грузовиков. В общем, да, но знаете что, я очень рад, что я взял вот этот вот next step в своей жизни. Вернулся в школу, я вот сейчас работаю одновременно в dealership, который продают грузовики. И так же самое же учусь в NEIT. NEIT это Northern Alberta Institute of Technology. Я здесь учусь, я учусь онлайн. И иногда просто прихожу на экзамены их сдавать. Иногда я учусь по вечерам, зависимо от term, то есть от семестра и всего остального. Знаете, что я вот очень рад, что я вернулся в школу. Оно открыло целый мир всяких opportunity. Я вот сейчас занимаюсь YouTube. И за YouTube я оказался на Хавайи, потому что я снимал видео за грузовики, за Альберту, за всякие такие сюжеты. И, в общем, ко мне пришел вот Виталий. И по этому поводу Виталия я с ним выставлю тоже вот видео в будущем. Его тоже снимали в Хавайи. У него свой бизнес в Эдмонтоне. Он делает moving business и занимается еще кое-какими другими сюжетами, которые вы можете потом уже в будущем на Дашином канале увидеть. Можете вот здесь нажать, перейти на ее канал. Ну, в общем, мы интервью с Виталием будем показывать. Я к чему, я к тому, что из-за вот этого вот нового opportunity я занялся YouTube. И на Facebook видео выставляю, на YouTube везде. И, в общем, познакомился с Виталием. Он ко мне пришел в автосалон и просто спрашивал вопросы, там, как с грузовиками, какая новая техника выходит, цены, всякие такие сюжеты, индустрия, где какие заработки. Я ему просто рассказывал, как у нас что есть. Мы с ним подружились, нашли такую common ground. Его потом у нас пригласили на Хавайи. Так что мы вот с ним приехали на Хавайи, оказався в Хавайи. Мы познакомились с его друзьями, такие интересные люди. Тоже занимаются такими интересными вещами и предпринимательством. Один из них занимается Амазоном. Вот он на Амазоне имеет свой личный лейбл. Он их сам организует, брендинг делает, маркетинг, выставляет потом на продажу через свой веб-сайт, через Амазон. Но люди такими интересными вещами занимаются. Я просто вот хочу всем сказать, друзья, убедитесь, что за вас все знают. Если вы хотите что-то такое сделать, что not like usually, что не так, как все, неважно переехать в Канаду, выучить и нам английский бизнес открыть. Ну, что-то такое, ну, такое другое. Занимайтесь этим, не давайте никому вам сказать, что это не получится, что это все страшно, что в этом все есть риски. Конечно, в этом все есть риски и все страшно, но просто берите и делайте. Неважно, на что вы хотите новое такое пойти, всегда можно вернуться к тому, что у вас есть до этого. То есть можно всегда вернуться к старому хорошему, но вот так вот в будущее продвинуться, но не так уж легко, она берет lots of work, неважно, что бы это не было, а назад можно вернуться всегда, она никуда не уйдет. Так что такое, друзья, вот за последний вот год и даже там 2-3-5, что я вот всем занимаюсь, там школа, YouTube, Facebook, все, что я делаю, столько таких интересных opportunity, мы такие, таких интересных людей встречаем. Мы вот сейчас вот этот YouTube канал ведем с Дашей и через него мы еще познакомились с Мирославой. Вот Даша, вот здесь можете нажать, она делала тоже интервью с Мирославой, очень интересный человек, она жила тоже по всему миру, в Европе, в Дубае, в Канаде, в Америке, она везде была. И вот у него тоже очень интересная такая судьба, вот она людям помогает иммигрировать в Канаду, но именно студентам, ну не только студентам, еще и всем остальным по-настоящему, ну студентам очень хорошо помогает приехать и устроиться в разных школах. И так же самое же, если вы хотите переехать в Канаду, есть разные пути, о котором она сможет вам рассказать, которые связаны с учебой или другими разными такими путями, которыми можно переехать в Канаду и здесь остаться по разным программам. Есть не только LMIA, а есть столько разных других вариантов, так что можете всегда зайти на Дашин канал и посмотреть Мирославу, очень интересный человек. Мы также делали интервью с Богданом, и Богдан вот тоже вот людям помогает переехать по другим программам иммиграционным, она вот тоже профессионально этим занимается. И знаете что, так что я занава к тому, что вы там на что-то зацелились, делайте это, друзья. Я вас всегда поддерживаю, не важно, что оно было, оно этого абсолютно стоит. Так что такое вот. Anyways, друзья, если вам это видео нравился или другие, пожалуйста, делайте share, ставьте лайки. И как только я сейчас вот вернусь в Edmonton, мы вам также самое же покажем еще за жилье, которое мы с Дашей купили. Мы купили свой первый дом здесь в Канаде вместе, так что мы вам расскажем за весь этот процесс, и сейчас мы вам покажем, что мы купили и с какой философией. То есть мы не просто хотели дом там такой дорогой, большой, чтобы там всех удивить и в нем жить. Нет, мы хотели такой дом, который сделает positive cash flow. То есть если его сдать, он приносит чуть-чуть больше прибыли, чем он нам стоит, и потом купить второй дом. То есть потому что мы хотим заниматься другими бизнесами, которые не только связаны с домами или с траками. Мы просто хотим перейти на чуть-чуть другой уровень. Так что мы с вами поделимся, чем мы сейчас вот занимаемся. Так что такое. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. И я вас увижу в следующем видео. Так что, bye.